Вы в прямом эфире! Так. А теперь, а сейчас, а вот теперь, а в этот момент, есть ли звук? Привет всем подключившимся, я готовлюсь к концерту и спрашиваю вас, вы слушали наш новый трек, который вышел сегодня? Отвечайте! Звук есть. О, есть звук, я не понимаю, что случилось. В общем, мне звонил мужик 8 раз. Я звонила ему, чтобы сказать ему, что он вообще, а он, оказывается, доставщик. И доставил он на турник. Это я, Лёня, делаю сюрприз. Хочу повесить на балкон. Я надеюсь, он не смотрит. Да. Так. Есть звук? Так, слушали, слушали, классно. А чё не комментируете? Это же важно. Чё, зубы красные? А вот микрофон у меня не будет красный? Нет, мы отпечатаем, нормально. Не хочу я новый айфон. Вопрос по треку. Какой вопрос по треку? Пожалуйста, вопрос задаём. Трек огонь? Классно, спасибо. Ещё нет. Его можно послушать, у меня везде в историке есть. Ссылка в него. Звук есть? Песню слушали? Всё супер. Как разговаривают со мной, как будто я чуть-чуть от того. Всё нормально, звук есть, слушали. Так, привет, привет. Какого размера у меня одежда? Вопрос. Вот такой вот. По клипу говорит. Вопрос по клипу. Вот сейчас отличный свет. Почему нет фильтров в прямом эфире? Чтоб вы видели, как горит на самом деле. Ждать ли нам альбом на английском? Маша, что сказать? Да. Мне нравится, как она поёт на английском. Мне кажется, она бы Америку вообще на уши поставила. Но мы в России. Секундочку, секундочку. Так, не утрирую, Маша. Я работаю. Я работаю над этим. Но это была первая моя песня. Если бы не Гая, если бы не Гая Мария. Гая, правильно, Гая Марина или Гая Мария? Ответь, пожалуйста. Она сейчас смотрит прямой эфир. Очень талантливая девушка пишет. Помогает писать тексты, помогает писать, вообще продюсировать песни. Поэтому она мне очень сильно помогла. Мы сидели в Москве в отеле Рихтер и переделывали мой текст, потому что у меня было много ошибок. Называлась песня Funny Race. Funny Race. Она тоже, ну, похожий смысл был, но когда она стала Money Race, она какая-то mission complete просто. Она, ну, завершённая теперь. И теперь сразу понятно, о чём она. Кстати, вы понимаете, о чём она? У Кати говорит, и на китайском песне будут топ, прикинь. И си оси като, та-та-та-та-та-та-та-си-мо-си-мо-си-во. Уо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да? Прикольно. Постарела, говорит, за последнее время. Это фильтров нет. Я всегда такая. Серьёзно. Вообще, нормально. Я всегда такой пишу. Так, классные стринги подаришь после концерта. Ладно. Сколько лет ты занимаешься музыкой с 8 лет? Наверное. Согласна с девушкой за кадром, Америка встанет на уши. Это Маша. Она тоже поставит Америку на уши. Маша делает, Мэй. Классно. Вы хотите в альтернативное направление? Нет, это просто проявляется... То, что проявляется только на концертах. И мы решили сделать такую же аранжировку. Ну, мы в лайвах так делаем. В общем, так звучит, чем всегда. Классная песня, круто. Я в детстве назвала вашу группу не Айёвой, а Айвой. Нормально, надо до сих пор так называть. Слушали новый трек Лизы Ёлки? Да, я слышала весь альбом. И она мне его показывала в машине. Еще перед тем, как он был не сведен. Поэтому я, вообще-то, первого слышала его. Вот. Я, конечно, обожаю. Катя, блин, когда русская версия песни? Костя. Просто мы это все время разговаривали. И у меня не было времени перевести. Вот. В общем, я хочу, пользуясь случаем, сказать вам, что... Пользуясь случаем, сказать вам, что нам очень приятно, когда вы комментируете нашу работу. Потому что мы, знаете, работаем над этими месяцами. И это очень приятно. Долго ли писать трек? Иногда это несколько месяцев. Слушай, у меня как бы-то нос такой... холодно. Чуть-чуть. Не знаю. Не находите? Чуть-чуть как будто. Вообще, взросление, это когда ты принимаешь свой нос. Вот еще пять лет назад, я его ненавидела. А сейчас еще ничего. У каждого свое принятие. Да. Ты сменила имидж? Да. Чуть-чуть. Немножко. Как вам? Вы курите, пьете, нюхаете? Это предложение? Нет, ничего не надо. Все это не будем покупать. Хочешь еще рока? А, хочется еще рока от вас. Прикольно. Мы только сегодня выпустили, и вы уже говорите о том, что дальше. Это классно. Мне это нравится. Мне нравится этот запал. Аня, передай привет. Просто песня звучит ближе к альтернативе. Это интересно, отличается от предыдущего. Но в лайвах мы предыдущие оформляем так, что Money Race будет звучать офигенно. То есть, не как что-то выбивающееся. В каком городе сейчас? Мы в Москве. Кто завис? Кто завис? Я не зависла. У меня все отлично работает. Я просто на корабле сейчас. В подвале. Гая, ты ты подключилась? Вот я тебе сейчас говорила, что ты суавтор этой песни, что ты мне помогла полностью переделать текст, что у меня там была куча ошибок. А еще с нами работал профессор Калифорнийского университета сонрайтинга Макфедьен. И он нам помогал по ночам связывался с нами и говорил, так это делается, так это так говорится, так американцы говорят, так нет. Так, из Барнаула привет, спасибо за выглядеть шикарно, это приятно, знаете, перед концертом, как на тебя говорят. Я однажды разводила арабу на деньги, пишет девушка, а он оказался индус, ужас, у меня депрессион. Андрей, 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 смотрите, вот этот чувак делал аранжировку песни Money Race. Давай все. Ой, все, все, такой, вот скромный. Как тут видно все. Это твоя жена делала. Интересно. Костюмы делает его жена. А Андрей, наш звукорежиссер, видите, как мы? Бесплатно у нас работаем. Семьями. Вот. И если у вас есть вопросы по аранжировке, то это к нему, потому что он там спрятал несколько, от таких классных звучков, которые в каких-то известных играх звучат. Такие, как сумасшедший червяк, как же он там? Ну как? Червяк. Червяк Джим. А, Червяк Джим. В конце песни. Мои дети червяка Джима. В конце. Ну а где? Бриджа. Бриджа. Бриджа? Не, не после Бриджа. Запутал. Бриджа. Все, я пошел. Спасибо, Андрей. С тобой было очень приятно поговорить. Почему вы такие все скромные? Я не могу. Ну потому что, потому что вот. Давай. Я, нет, я бы хотела снизу доклеить. Давай, доклей. Нет, неудобно. Так неудобно тебе? Вот так. Буду головой своей все закрывать. Так, хорошо. Ребят, я пошла на работу. На любимую работу. А вы что делаете? Думаете, музыка в мире опять возвращается к гитарам? Да, конечно. Да. Если мы этого захотим, мы вернемся. Мы все с вами. Поэтому это зависит от мастерства каждого из нас и от харизмы, как мы подаем это, как мы подаем живую музыку. Сегодня я слышала подкаст, даже не подкаст, это YouTube проект, лекции про Queen. И мне очень понравились, понравилась эта лекция, кстати, я завтра оставлю ее в директе, все забыла. Вот, и это вдохновляет. Хочется к этому возвращаться, к живому звучанию. И мне понравилось, что именно вся группа придумывает партии, придумывала партии, все партии. Так, ждем в Новосибирске. Классная атмосфера, говорят. А там еще лучше. Да. Нас парни ждут. Давай еще там наверху лучше покажем что-нибудь. Покажем потом, да. Мы сейчас доделаем и покажем, да. Ладно, я пошла. Слушайте наш новый трек, смотрите наш клип, комментируйте в YouTube. И знайте, что благодаря вам наш клип поднимается, растет. И мы достигаем вместе невероятных высот топов. И зажигайте, заряжайтесь нашим огнем. А я надеюсь, что мы вдохновили вас. А?